В мегаполисе появились два новых объекта образования. Новая школа и новый детский сад. Объекты расположились в развивающихся районах Алматы. Там, где остро наблюдается дефицит мест. При этом сад для дошколят будет работать круглосуточно, что в новинку для горожан. Айгирим Абдебек расскажет подробно. В этой новой школе смогут обучаться 1200 учеников, проживающих в микрорайоне Жасканат в Турсибском районе. Пока зачислена половина от этого числа. Остальные родители собирают документы на перевод из других школ. Из-за недостаточного количества мест в образовательных учреждениях этого района, многим пришлось начать учебный год в школах поодаль. Сесть за парты ученики в новом отстроенном здании смогут уже на следующей неделе. Язык обучения казахский, классы технически оснащены. Здесь имеется 6 мультимедийных кабинетов, 4 лингофонных и столько же компьютерных помещений. Особая гордость школы – многопрофильный спортивный зал. Вопрос дефицита ученических мест стал еще актуальнее с увеличением площади и, соответственно, населения мегаполиса. В этом году задачу с нехваткой мест будут решать, буквально расширяя школы. Запланированы пристройки к двум объектам образования по 900 мест. По словам Акима, всего городу необходимо еще не менее 8 школ. Об этом глава мегаполиса сообщил министру образования и науки Аслану Саринджипову еще месяц назад. Ведомстве деньги на строительство и вот недостающих объектов обещали выделить. А вот по программе «Балапан», отвечающей за запуск детсада, в городе появятся 5 новых учреждений. Сегодня открылся один из них в микрорайоне Саялы Алатауского района. И пока это единственный детский сад, который будет работать круглосуточно. Это для родителей, которые работают ночную смену. Есть женщины, которые бизнес-леди, негде оставить детей. Вот для них мы специально создали условия, чтобы могли детей оставлять. В понедельник приводят к 8 утра до пятницы. 5 рабочих дней. Новый сад рассчитан на 320 мест. Прием детей здесь начнется спустя две недели. После того, как подрядная организация получит письменное разрешение на эксплуатацию от Акимата. Язык преподавания казахских дошколят разместят по 16 группам. Возрастное ограничение с 3 до 7 лет. Ввод нового дошкольного учреждения дало возможность трудоустроиться почти сотни алматинцев. Это воспитатели, няни, повара, медики и другие. Напомним, в Алматы до конца года планируется закончить строительство еще 18 детских садов муниципального статуса, а также в рамках государственного частного партнерства.